Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Зашла в тупик, не знаю, как из него выйти. Смотрите, я буду читать ваш текст, давать комментарии, потому что текст ваш достаточно объемный, и, соответственно, перечитывать его будет не очень удобно. Значит, что касается тупика, то существует такая психологическая игра, такая психологическая модель поведения, которая в целом так и называется тупик. Вот, вы можете поискать в интернете эту модель поведения, вот, написав психологическая игра тупика. Вот. Это определенный сценарий, он обладает вторичными выгодами, то есть, как бы, вот, вам это все желательно изучить, чтобы понимать, как произошел тупик в вашей жизни. Вот, конечно, какие-то моменты я сейчас раскрою, да, вот, но для полной картинки лучше было бы, конечно, если бы вы это поисследовали сами. Итак, замужем 10 лет, дети, соответственно, вы указываете возраст своих детей, не совсем понятно зачем. Ну, это, ну, какая роль тут. Вы пишите, что 15-летнюю дочь, воспитываю почти 10 лет, это дочка мужа. Как-то вот непонятно, да, что было первые 5 лет, что было в первые 5 лет жизни ребенка, да, тут как бы не есть. Вот. 11-летняя дочь от первого брака. То есть, как бы, если 11-летняя дочь от первого брака, соответственно, 15-летняя дочь от второго, то получается, что 15-летняя дочь не ваша дочь, а дочь вашего второго мужа. Вот. Немного запутанно и, как бы, опять же, не совсем ясно, для чего такая информация, да, нам нужна. Вот. Но здесь, как бы, вы говорите о том, что, по сути, это вот ваш второй брак. Значит, первый брак не сложился. Ага, необходимо здесь разобраться с тем, почему не сложился первый брак. Вот. Не с точки зрения причин, да, вот, а именно с точки зрения вашей модели поведения. Потому что, как правило, эта самая модель поведения, она сохраняется и во втором, ну, и в последующих отношениях тоже. Вот. Это нужно помнить, да, это нужно учитывать, это нужно понимать, и нужно это, в принципе, ну, держать в голове, скажем так. Дальше. Идем. Дальше. Ну, здесь вы жалуетесь на своего супруга. И говорите, что он вот такой. Непонятно, всегда ли он был таким. Или он таким стал во время ваших отношений. Но, если он таким стал во время ваших отношений, то, скорее всего, имеет место быть связь между вашим поведением и его изменениями. Да, это может быть неприятно. То, о чем я сейчас говорю, но давайте как бы смотреть, давайте смотреть правде в глаза. Здесь, в этом смысле. Потому что, если вам важно, как вы говорите, разобраться, да, если вам важно посмотреть на ситуацию со стороны, то вот он, как бы, этот взгляд. Ну, или, по крайней мере, один из вариантов взгляда. Скажем так. Потому что, понятно, что для получения полной картинки нужно все-таки с вами пообщаться, да, нужно с вами поговорить, нужно выяснить все детали, все нюансы, так скажем. Дальше, значит, забылось, так, забылось такое любопонимание близости, но, опять же, как бы, как будто бы вы жалуетесь, но вы же сами как-то соглашались и, получается, соглашаетесь на такое взаимодействие. Ну, любые отношения можно, в принципе, гармонизировать. Все годы старалась мужа обрадовать, жалеть, чувство вины со мной было всегда. Это не случайно. Мне кажется, что здесь у вас есть проблема одиночества, вы боитесь, боитесь одиночества. Это, с одной стороны, на другой стороне, поскольку в страхе одиночества человек чувствует себя зависимым, как вы себя чувствуете зависимым, вот, появляется попребность, так скажем, возвыситься. принижать. То есть, появляется попребность принижить человека. И вот, жалость, это то, что принижает. В данном случае, вы, на мой взгляд, совершенно не случайно относитесь вот к своему мужу именно вот через жаление, через оправдание и так далее. Дальше. Чувство вины со мной было всегда из-за чего? То есть, как бы, чувство вины, вообще, это, с одной стороны, нарушение ваших личных границ, то есть, вы позволяете нарушать ваши границы. Это проблема ответственности, значит, ну, личная ответственность и разграничение ответственности. С другой стороны, это побавленная злость, то есть, как бы, процесс. Период депрессии не покидал. Ну, опять же, если мы здесь говорим о депрессии, да, то необходим диагноз. То есть, необходимо, чтобы вам диагностировали депрессию тогда, если она у вас есть. Ну, или если, если, или если, или если, у вас есть подозрение, если у вас есть подозрение на депрессию, то вот необходимо подтвердить, подтвердить, или опровергнуть наличие, как бы ее. Вот. Потому что, если у вас есть диагноз, если у вас будет диагноз, то, в этом смысле, вам необходимо лечение, медикаментозное лечение, в частности, и, соответственно, взаимодействие с врачом, клиническим психологом, либо психиатром. То есть, психотерапия здесь, ну, вот, именно, вот, будет очень вторично. Вот. И, если, как бы, у вас депрессия, да, если у вас есть диагноз, то я бы сказал, я бы сказал, что, как бы, является именно, вот, ну, вспомогательным, таким моментом, вот, но не первичным. И вам, вот этот вот, трезвый взгляд, о котором вы говорите, не особо поможет. Вот. Да, как бы, в случае, если у вас есть, эм, депрессия. Потому что, ну, при депрессии, в общем и целом, эм, нарушается химия тела, вот, в ней происходит сбой, и, соответственно, лечить нужно, вот, в том числе, химию тела, восстанавливать, химию тела, необходимо. Вот. Поэтому, давайте, э, ну, постараемся, как-то, эти моменты учитывать. Потому что, они важны, достаточно. Познакомилась, случайно, в игре онлайн, с мужчиной. Стали переписывать, сначала, в игре, потом, в WhatsApp, общаться по видео. Жизнь заиграла, другими красками, влюбилась, изменения на лицо, помолодела, лет на 10. Меня перестали узнавать, друзья родные, мужчина говорил о серьезных отношениях, много говорил. Ну, здесь, как бы, вы описываете, здесь появление, по сути дела, костыля. То есть, вот, мне было плохо, э, я сама, э, ничего, э, не сделала. Для улучшения, э, качества своей жизни, да, сама не сделала ничего. э, то есть, ну, я сама не взяла, грубо говоря, ответственность, э, за то, что меня, ну, не, не, не устраивает. Я сама, как бы, ответственно за это не взяла, не взяла, получается. вместо этого я встретила, человека, случайно, да, который просто, вот, как бы, помог мне, немножечко, переключиться. вот, то есть, необходимо понимать, что, то, что вы описываете, ну, вот, в любом случае, это про переключение. Вы просто переключились. Вот. Проблема осталась, просто появился, просто появился, появился, появился костыль, вот, появился костыль, куда вы, в этом смысле, смогли, перенаправлять, как бы, свою энергию. Вот. То есть, по сути, ну, как бы, отвлеклись, получается, в этом смысле. Ну, вот. Ну, опять же, момент такой, что, как бы, проблему по факту, да, это не решает, вообще никак. Вот. Я думаю, что вы это понимаете сами, но, на всякий случай, вот. Я вам это, решил, сказать. Так, дальше, значит, был очень внимательный, переписка, звонки комплиментов. Ну, то есть, как бы, если вы ничего не делаете, если вы ничего не делаете сами, для, условно говоря, да, если вы ничего не делаете сами, для того, чтобы у вас было, было, то, что вы хотите, да, то есть, если вы ничего не делаете сами, для улучшения своей жизни, вот, к примеру, то, конечно, как бы, тут вам, человек, получается, предоставил, вот, это, как раз, то есть, вот, все то, да, что вам было необходим, вот, и, естественно, вы изменились. вы нашли, в этом смысле, способ, ну, способ, переключиться, вот. Отсюда, собственно говоря, и зависимость, как бы, отсюда, именно отсюда, зависимость, появилась, от того, что, для вас, человек, это, вот, такой костыль, что, без него мне, как бы, плохо, вот, без него мне, без него мне тяжело, это правда, вам действительно тяжело, это правда, никто не говорит, что, вам легко, или, что вы обманываете, нет, просто, идея в том, что, с тем, что, вам, тяжело, вам нужно, что-то делать самой, а не, как бы, ждать, пока, вас, условно говоря, что, один, человек, спасает, да, то, другой человек, спасает, вот, почему-то, вам нужно, чтобы вас, вот, спасать, спасать, это, кстати, и, с вашим мужем, на мой взгляд, проявляется, запись, как бы, вот, вы все время, что-то от мужа, вы его ждете, не так важно, при этом, фактически, может ли он, ну, вообще, вот, как бы, дать, то, вот, чего вы, ну, то, чего вы хотите, вот, то есть, это вам, не так важно, в данном случае, вообще, и, это, как мне, как мне, как мне видится, в общем и целом, довольно серьезная, схема, вот, то есть, это, по сути, что, это, по сути, перекладывание ответственности, вот, вы перекладываете ответственность на, другого человека, сначала вы перекладывали ответственность на первого мужа, за себя, имеется ввиду, за свою жизнь, вот, потом вы перекладывали ответственность на второго мужа, за себя, за свою жизнь, вот, Потом вы перекладывали ответственность, как бы, на любовника, по сути. И каждый раз для вас становилось неожиданностью то, что люди как-то всё-таки ещё... Ну, свои какие-то цели преследуют, и люди уже какие-то свои цели имеют, свои желания. Вот. А вы-то как бы уже... Ну, вы-то уже как бы растворились в человеке. Вот. Отсюда, собственно, и возникают такие коллизии. Ну, об этом я сейчас скажу, наверное. Дальше. Так. Эмоциональный подъём, 100% разговоры про маму, родственников, друзей. Причём достаточно неожиданно. Он в разводе, живёт отдельно от семьи и страдает, что дети не общаются. Вы и его, судя по всему, жалеете. Я из России, он из Франции, армянин, живёт там 20 лет. Постоянно убеждает, что приедет обязательно, что мы встретимся. Короче, мозги запутал капитана. Вот, как бы здесь вы опять ЖМ перекладываете на него ответственность. Мол, это он виноват. Вот, это он как бы вот. Да, это он, он мне запудрил мозги. То есть, не я как бы вот позволил себе запудрить мозги. Да, потому что, ну что, вас же никто не всталял с человеком общаться, правильно? Вот, никто вас насильно, насильно не принуждал, судя по, ну, судя по описанию. Вот, то есть вы это делали, в общем и целом, сами. Вот. Но, вы теперь как бы в этом смысле, да, вот обвиняете его в том, что он нам запудрил мозги. Вот, хотя человеку, по сути, как бы, ну, было, может быть, скучно, может быть, он хотел, ну, просто вот, как-то, ну, поразвлечься, там, и так далее. То есть это всё, немножко вот, ну, момент, просто другой, понимаете? Вот, то есть это всё, эээ, история, вот, она больше про вас, я же, про него. Эээ, моя голова думала только о нём, а в каком контексте она о нём, она о нём думала? И опять же, обратите внимание, вы говорите, моя голова, то есть не я, а моя голова. То есть вы себе, вы себя как-то здесь диссоциируете. Эээ, так, ээ, что-то стало изменяться, да, переписка не исчезла, но появился холодок, игра, что ли, он и вначале шутил в том, что мы были будущими любовниками. И вот опять об этом разговор, если вообще жениться не собираться никогда. Получается, какие-то ожидания не оправдал? Да, 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 да. Ожидание – это ваше желание, ответственность за которое вы прикладываете на других. Мне это на нет задело, если честно, и я в шутку нет сказал, что нет, приезжать не надо. Ну, опять же, да, вот вы пишите, что у вас это задело, а как, что именно задело. Давайте раскроем. Эээ, так, мне не хочется после встречи связи отпустить и ждать новых встреч и страдать. Вопрос, эээ, зачем, эээ, ждать и страдать? Эээ, ждать и страдать можно только если у вас ничего нет интересного в жизни, больше, если вы не интересуетесь своей жизнью. На что он спросил, а что замуж хочешь, и я сказал, что об этом не думал, так как давай ещё замужем, хоть с мужем отношений никаких нет. Так, а что вы решите по поводу этих отношений? Будете ли вы их завершать или гармонизировать? Как? Быть любовницей для меня не подходит. А что подходит? Ещё сообщается, обращается, стрепит, как заигрывает, флиртует, говорит, что очень много, что хочет интимно. А я закрыл себя, стараюсь думать, что ответить, и какой сможет отслать. Чувствую себя как мышеловкой зависимой. Ну, я здесь вам как бы могу сказать только то, что зависимость возникает при заниженной самооценке, неуверенной в себе, проблеме личной границы и страхах. С этим нужно работать, давай зависимости не будет. Мне не нравится это чувство, я прошу помощь, она мне в жизни необходима, так как мучаю себя чувством вины ужасно, считаю его вы себя, что она просмогает в этих отношениях. А вина за что? И почему не живы? Вы говорите, что вам нужна помощь, а какого рода? Как? Вы считаете, что вам можно помочь, значит, ответив на ваш текстовый вопрос? Нет, это запрос на психотерапию, на регулярную психотерапию. Все время убеждают, что приедет и хочет, чтобы к нему приехал. Знамое положение, тяжелые ситуации, денежные долги, муж предсказал работать, ни разу не предложил помочь. И т.д. Хотя, для меня это показалось, что человек много говорит, но ничего не делает. Ну... А вы сами-то просили помощи? Видите, опять перекладываете ответственность. И догадки. То есть вы решили за человека и начинаете строить догадки. Вот. Все равно зависимость капитальна. Ну, смотрите. Эээ... Зависимость капитальна, не капитальна, но вопрос заключается, как мне кажется, в том, в чем суть этой зависимости. Ну, просто вот в чем ее суть. Зависимость это потребность. Вот. Это какое-то желание. Давайте попробуем раскрыть, о чем идет речь. Вот. Ну, а это все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. На что я хочу обратить внимание. Я хочу обратить внимание на то, что он просял нас трезвого взгляда, а вы, в общем и целом, хотите, чтобы мы оценили вашу ситуацию. Опять перекладывайте ответственность. Потому что мы не можем и не хотим оценивать вашу ситуацию. Мы можем помочь вам в себе разобранку научиться тому, чего вы не умеете, но не решать за вас. Удачи вам. Всего самого доброго. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Пока. Пока.